Помолимся Господу перед занятиями. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. И спаси, блаже души наши. Не дай нам, Господи, уклониться ни вправо, ни влево от истинного понимания слов Твоих. Руководи нами, Господи, и помоги нам исполнить волю Твою. Мы Тебе славу высылаем, Отец, Сын и Святой Дух во веки веков. Аминь. Мир всем. Сегодня 3 мая 2024 года. Неделя о блудном сыне. Время 14.00 по московскому времени. В это время мы занимаемся по пособию Евангелия от Марка. Вот сейчас я сделаю демонстрацию. И мы вспомним, что мы проходили на прошлом занятии. И приступим уже к нашей нынешней, сегодняшней теме. На прошлом занятии мы говорили с вами. На главу Евангелия от Марка, 12 глава, с 18 по 27 стихи. Ко Христу пришли саддукеи, которые говорят, что нет воскресенья. И спросили его, говорят, то есть понятно, что они его спросили, именно искушая, как они обычно это делали. Что привели эту историю, что была одна женщина. Вот. И она вышла замуж за одного человека, у которого было семь братьев. Все эти семеро братьев умерли, и жена осталась по закону Моисееву. Если муж умирает у жены, то она по закону должна переходить к брату этого умершего мужа. И, говорит, было семь мужей, и в воскресенье которого она будет женой. То есть искушали. И Господь сказал, что заблуждаетесь, не силы Божией. Потому что, говорит, воскресенье, не женится и замуж не выходит, но бывает как ангелы. Вот эту притчу мы разбирали на прошлом занятии. А сегодня мы перейдем к Евангелии от Марка, уже 28-й, 34-й стих. То есть, что было дальше. И по традиции мы начнем с толкования по фифилаку болгарскому, потом уже вернемся непосредственно к пособию. Вот. Демонстрацию, я надеюсь, сейчас я гляну, я установил или нет. Да, демонстрация идет. Евангелие от Марка, 12-я глава, с 28-го по 34-й стихи. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? И Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть, Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше из их заповедей нет. Книжник сказал ему, хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме его. И любить его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех, все сожжений и жертв. И Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, недалеко ты от Царствия Божия. После того, никто уже не смел спрашивать его. То есть, смотрите, как Господь отвечает всем. То есть, не так, как ожидают именно те, кто спрашивает, кто вопрошает. Толкование блаженного Феофилакта. Матфей говорит, что книжник подошел ко Христу, искушая. А евангелист Марк замечает о нем, что он разумно отвечал. Вот, мы сейчас Марка читаем. Марк замечает, что этот человек разумно отвечал. И вот вопрос задает, не противоречат ли евангелисты друг другу в этом месте? И отвечает, нет. Сначала, вероятно, он спрашивал, как человек искушающий, а потом вразумился ответом Христовым и отвечал разумно. И таким образом был похвален. Впрочем, заметь, что и похвала свидетельствует о нем. Как еще о несовершенном, ибо Христос не сказал, ты находишься в самом Царстве Божием, а только недалеко. Для чего же законник так смело предлагает Христу свой вопрос? Он думал показать себя Христу совершенным в законе. И для того обращает к нему такую речь, как будто бы касался только закона. Но Господь, желая показать, что без любви, при ненависти к ближним нет исполнения закона, отвечает на вопрос законника, что первая и большая заповедь есть любить Бога, а вторая, подобная, любить ближнего своего. Почему же подобна? Речь про вторую. Почему же она подобна? Потому что они обе тесно связаны между собой. Ибо любящий Бога любит и создание Его. А ближайший к Богу из создания есть человек. Следовательно, любящий Бога возлюбит и всех человеков. И наоборот, кто любит ближнего, тот тем более любит Бога. Ибо если он любит людей, которые часто бывают винуя соблазнов и ненависти, тем более любит Бога, всегда благодеющего. Услышь и Господне Слово, любящий меня заповеди мои соблюдет. От Иоанна 14, глава 21 стих. Видишь, что от любви к Богу зависит исполнение заповедей Его. И все заповеди Его сходятся к одному предмету – взаимной любви. И в другом месте Господь говорит «Потому узнают все, что вы мои ученики. Если будут, будете иметь любовь между собою». От Иоанна 13, глава 35 стих. И непосредственно уже переходим к самому пособию. И какие вопросы пособия сейчас будет перед нами ставить. Для начала мы сравним, хотя мы видим, что Феофилак нам говорит, что единственная разница в этих свидетельствах Марка и Матфея в том, что Матфей говорит, что этот законник подошел с тем, чтобы искушать Господа. А Марк говорит, что Господь его сказал, что ты разумный человек. То есть разумно отвечаешь на мой вопрос. В этом разница. И поэтому я думаю, что мы не будем сейчас Евангелие от Марка читать. Итак, вот что нам говорит пособие. «Как высок, глубок и широк ответ Христа». Здесь нам пособие предлагает отрывок, два стиха, из послания к Ефесянам, 3 глава, 18 и 19 стихи. И послушайте внимательно. И мне нужен будет ваш ответ. Как вы думаете, зачем нам пособие, этот стих, здесь какая связь есть? Именно вот этого стиха с прочитанным отрывком Евангелия от Марка. Читаем. И Ефесянам, 3 глава, с 18 по 19 стихи. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и разуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божию». Вот это вопрос мой, я еще раз повторю. Пожалуйста, есть ли связь? И нет, понятно, что есть связь, если бы ее не было, не было бы этих стихов. Но в чем заключается связь вот этого кусочка, послания к Ефесянам апостола Павла с нами прочитанным отрывком о законнике, о его вопросе и ответе Христа, что именно когда законник спросил Христа, какая заповедь ей больше, то Христос отвечает, что первая и большая заповедь – это возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением твоим. А вторая и вторая подобно ей – возлюби ближнего, как самого себя. Пожалуйста, братья. Где связь? И вообще, есть ли тут связь, на ваш взгляд? На мой взгляд, она очевидна, она на поверхности лежит. Но мне важно иметь с вами обратную связь, поэтому, чтобы я не говорил здесь монологом, поэтому я задаю вопрос. Важно же, чтобы... именно и вы подключались. Если есть боязнь какая-то сказать голосом, можно написать это сообщение, мы зачитаем в чате. Может быть, здесь, вот так как Иисус сказал, недалеко ты от Царства Божия, а вот Ефесянам уже говорится именно тоже про Царство Небесное, чтобы могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение и любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотой Божией. Это вот уже конкретно про... тоже про Царство Небесное сказано, что это такое. То есть, там фарисей не достиг, а здесь апостол, он как бы утверждает, что есть Царство Небесное, и какие признаки должны быть у человека. Вот. Я думаю, может быть так. Да, благодарю, брат, за твое тоже это замечание. Интересно, я с этой стороны не посмотрел. Для меня это открытие. Вот сестра Девора пишет, приводит стих Писания, первое послание Богослова, 4 глава, с 20 по 21 стих. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит тот лжец, ибо нелюбящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. На мой взгляд, этот стих как никогда сюда подходит, и он является как бы именно соединением вот этого отрывочка к Ефесянам, 3 глава 18-19 стихи, с нами прочитанным кусочком. Почему? Потому что я все-таки хочу прочитать тоже от Матфея, все-таки 22 глава, 35 стих. Давайте зачитаем. Потому что как бы, чтобы ничего нам не упустить, чтобы нам уразуметь все. 35 стих, с 35 стиха, я так понимаю. «Один из них, законник, искушая его, спросил, говоря...» Видите, один из них, законник, искушая его. Видите, что говорит Матфей? Тут он искушает как бы. То есть он как бы с таким намерением пришел. «Спросил, говоря...» «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» И Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим, сияясь первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего как самого себя. На всех двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Вот. Пожалуйста, братья, вот брат у нас Андрей, он вот такую версию сказал, что говорит и там, и там говорится о Царстве Божием. Есть у кого другие варианты, но с другой стороны, сестра Девора, она вот как бы подсказку сбросила. Вот. Только это оформить как-то можно, чтобы не просто были стихи Писания, но чтобы наши слова подтверждались именно стихами Писания. Попробуйте, кто сможет. Если не сможете, я постараюсь как-то это все оформить в один ответ. Немножко подождем, то, может быть, решится. Долго ждать не будем. Я, чтобы времени терять, я постараюсь сам тоже сказать. Ну, на мой взгляд, я уже буду тогда отвечать, чтобы не терять драгоценного времени. На мой взгляд, связь здесь в том заключается, что пособие нам дает понять, что в Евангелии вот от Марка, которое мы сегодня прочитали, это 12 глава с 28 по 34 стихи, было то, что ведь Господь этого законника похвалил. Он похвалил, если Господь хвалит, то это не просто там, он как-то с сарказмом это говорит, но на самом деле, значит, было за что его похвалить. А за что он его хвалил, на мой взгляд? За то, что тот законник подвязался именно строго соблюдать закон. Но что не хватало у этого законника? Почему Господь именно говорит ему? Дает ему такой именно ответ. А какой ответ он дает? Он дает ему такой ответ. И Иисус отвечал ему, первое из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. То есть здесь, в данный момент, это значит, действительно, мы должны соблюдать заповеди его. Потому что Господь их заповедал, и мы должны строго соблюдать это. Моисеев закон, и они должны были следовать этому закону. А почему он присовокупляет второе, к этой заповеди еще второе? Он говорит, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, твоим, и всей душею твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. И почему он присовокупляет еще к этой заповеди? Ведь законник спросил, какая одна заповедь самая высшая? А Господь ему не одну дает, а две заповеди. Он говорит, вторая подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше из их заповедей нет. То есть на вопрос один, он дает ему два ответа. То есть почему так? Пожалуйста, братья. Почему? Что не хватало у этого законника? За что его похвалил Господь? И за что, почему евангелист Матфей сказал, что этот законник все-таки был побужден задать этот вопрос не с добрым расположением к нему, а все-таки искушая? Чего не хватало бы у этого законника? Ну, вообще, вот пророки, они, например, обличали иудеев в том, что они, например, неправедный суд делают, обижают сироту, вдовут. То есть, как бы по всем заповедям они вроде как проходили, но вот сердце у них было не обрезано. И тут тоже не до конца вот этот иудей, видимо, он искренний был. И Христос это увидел и сказал, что ты недалек от Царства Небесного, но все-таки еще не в нем. Это вот можно сказать Иоанна, 14 глава, 23-24 стих. Кто любит меня, Христос говорит, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Вот, то есть, видимо, не до конца была вот любовь фарисея к Богу. Ну, и Христа он за Христа ведь не признал, он искушал его. Вот, значит, не любил. Да, именно. И вот брат Георгий Харин, ему пока нельзя, я думаю, полгода еще не прошло, мне кажется, но он задает вопрос, вопроса задавать можно, он задает вопрос. Ему не хватало милосердия к ближним, он не мог продать все имение и раздать нуждающимся. Да, совершенно верно, ему именно не хватало милосердия и любви, вот о чем сейчас сказал брат Андрей. И поэтому Господь дает ему такой ответ. Ну, и если Господь его похвалил, все же, я думаю, что надеюсь на то, что все-таки это просто, у него не хватало знаний на тот момент, и Господь ему дал ответ правильный, и возможно, что этот законник, он принял от Господа это, и понял, что исполнять закон без любви, это недостаточно. И, пожалуйста, братья, скиньте кто-нибудь, кто может, 13 главу первого послания к Коринфянам мы зачитаем. Я хотел еще добавить. Да, пожалуйста, брат. Суд, суд, милость и веру они забыли. У них не было веры, и поэтому они не могли правильно рассудить и увидеть истину в словах Божьих. И не могли, конечно, делать добрых дел. Вот от этого все. Они даже закон неправильно исполняли, когда исполняли его. А это показывает притча мытаря и фарисея. И мытарю не хватило, вот он принес жертвы, а потом пошел каяться еще. Почему? Совесть облючает, сердце неспокойно. А фарисеи вообще ничего не замечают. Я исполнил, и нормально. А это было неправильно. Суд, милость и веру забыли. Забыли. Они, значит, когда-то должны помнить. Ну, конечно, Авраам. Авраам отец их принес именно это. Они должны были это оставить и через Моисея принять, через пророков, которые дополняли. Они ничего этого не приняли. Ему так было легче. А что легче-то, когда пришли к чему? После того, как принесли жертву, еще идут и раскаиваются, и не хватает. Поэтому третья глава Евангелия Атаана, когда приходит Никодим к Господу, учитель, он говорит, ты учитель Израилев, этого не знаешь, а Никодиму на тот момент, как предание говорит, было за 80 лет. То есть к нему все приходили, вопрос ему задавали. А он Господу на полном серьезе говорит, а как мне войти обратно в утробу матери и родиться свыше? Он же, он не смеялся над Христом. Он это серьезно спрашивал его, думая, что, ну, так как он учитель, наверное, что-то есть такое необыкновенное, как родиться свыше-то, что такое он. Он о Царстве Небесном понятия не имели они даже. Хотя говорили о том, что Бог придет и сотворит им добро когда-то. То есть ждали этого. Саддукеи разочаровались, потому что они были при деньгах, все нормально, власть была. А фарисеи-то по-настоящему ждали. Вот этот самый фарисей, который стоял-то, бил себя, вернее, не бил себя в грудь, а перечислял все, что он делал для Бога. Ну, а потом возгордился. Ну, и понятно, а как еще иначе? Если ты просто внешне исполняешь, то в конечном итоге тебя не ждет духовная награда, а только внешняя, человеческая. Вот он сам себя решил похвалить. Ну, все. Ну, конечно, да, действительно так. И действительно, Никодим был искренний человек. Но когда читаешь эти строки, не понимаешь, почему Никодим задает такой вопрос, казалось бы, он что, издевается над Господом? Ну, нет, конечно. Мы не будем забывать, что он участвовал в погребении Христа. То есть он был как бы другом, можно сказать, Иосифа Аримафейского, когда тот пришел, не побоялся, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И он участвовал в погребении. А он был непростой. Он был один из начальников иудейских. Вот. Благодарю сестра Марина. Вот это на мой вопрос. Она скинула, скинула то, что я попросил, 13-ю главу. Первое послание Коринфян. Давайте зачитаем. Это будет как раз в тему. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует. Это вот брат говорил, что суд милости веру. Любовь долго терпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут. И знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мудром, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. А теперь пребывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Вот это вот резюме, можно и перевести именно вот последнюю строку, что любовь больше всего и во главу угла именно вот к нашему чтению. Благодарю. И давайте сочетаем, какие еще привели у нас сестра Девора, скинула в чат стих 1 Иоанна, 3 глава, 16 стих. Не путать с золотым стихом Библии, Евангелие Таана, 3, 16. Первое Иоанна, первое послание. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Вот так вот. Такой чудесный, чудный, великолепный стих. Давайте пойдемте дальше по пособию, чтобы нам уложиться. Что у нас тут, где мы остановились? Так, под пособие, и мы идем. А вот как Он разрешает богословскую казуистику. казуистику богословскую. Он пособие так назвало этого законника. И здесь мы читаем Евангелие Таана, 4 глава, с 21 по 24 стихи. И Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Расшифруйте, братья, что вы можете сказать по этому стиху. Какая связь этого стиха? Большой кусок здесь. Четыре стиха. 21, 22, 23, 24. Какая связь с нашей темой здесь, вот в этом стихе? Это вопрос, ну, согласен, что непростой, но ответ здесь, он кто внимательно слушает, и наверняка я думаю, что у многих из вас здесь есть ответы. Этот ответ есть на мой вопрос. Причем здесь вот такой ответ. Напомним, что этот ответ Иисус дает самарянке. Самарянке, которую встретил у источника, у колодезя Яковлева, когда, помните, он пришел к источнику, ученики его оставили, пошли в город купить пищу, а он при источнике там сидел и увидел, что пришла женщина самарянская, и он говорит, дай мне пить. Она говорит, почему ты от меня у меня просишь, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Вот в этот момент, вот чуть позже, Иисус вот это и говорит, что наступает время, когда и не на Горесии, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, а еще Он здесь говорит, это важно, что говорит спасение от иудеев. На мой взгляд, здесь ответ лежит именно вот в этом. Какая связь? То есть, законник подходит ко Христу? Да, мы разобрали уже выше, что у него недоставало любви, о чем засвидетельствовал Господь своим ответом. Брат, но, да? Давай я сначала скажу. Давай, пожалуйста. Благодарю. Тут надо говорить о том, кто такие самаряне-то, почему от иудеев для начала. Нет, я хотел договорить, можно я договорю, а потом уже это, просто, чтобы мысль была закончена, а потом я тебе, вам предоставлю полностью, а то я как бы на середине мысли. Именно то, я уже заканчиваю, то, что Господь, как раз и вот здесь, вот пособие нам дает этот кусочек, что показывает, что Господь-то иудеев не отвергает. Он как раз, он и, когда пришел, он первым делом не пошел к язычникам, он пришел к своим, но свои, как говорит Иоанн Богослов, свои его не приняли. Но тем не менее, апостолов, он всех, кто мог принять, он всем засвидетельствовал. И после того, как он призвал иудеев, уже после этого, он пошел уже, послал, вернее, правильно сказать, заквашивать язычников. Вот. Ну, я все, брат, пожалуйста, можешь сказать тоже свое видение, как ты это видишь, объясни нам, пожалуйста. Речь идет о том, что Господь говорит о том, что, почему через иудеев, потому что самаряне, они вообще неправильно, у них не было, как таковой веры. Если евреи, у них хотя бы храм был, то самаряне, у них даже храма не было. Они кланялись на этих высотах, где когда-то стояли эти идолы, тельцы, которых еще при разделении и разделении и, как сказать, еврейского народа произошло на Иуду и Израиля. Это во времена Раваама безумного. И вот тогда было два города сделано этим Валаамом, который дан один, а другой Сихем. И там они кланялись тельцам. Он сделал золотых тельцов. Показал, какой бог евреям. А потом туда вообще, после того, как Осириане захватили в 722 году, выслали оттуда всех. Они из Востока, то есть людей с Месопотамии туда привезли, с других там дальних стран, восточных Бактрии, с Агдианы и так далее. Туда всех собрали, кого покорили, туда отправляли. И поэтому народ вообще Бога не знал. Один священник там всего появился. Рассказал им, кто такой Господь, законы, но дальше-то ничего не было у них. Закона у них не было писаного. То есть, что помнили, то запомнили. И поэтому, конечно, они не могли сами знать точно, что такое спасение, что такое прийти к Богу до конца. Поэтому она и вопросы задает через пророков. далеко отсылает Господа к Якову еще и так далее. Поэтому и говорит спасение от иудеев. А в чем дело спасения? Ну, вот как раз опять же та же притча мытари-фарисеи. Они пришли в храм. А куда они пришли? В храм пришли и Господь их рассматривает и говорит этот пошел более оправданным чем тот. А почему? Внутрь Царство Небесное есть у вас. Внутрь. То есть, надо внутрь заглядывать. И вот этому мытарю Господь даровал веру заглянуть в себя. И он увидел какой он грешный. И его никакие дары не спасают которые он дает Богу. Это жертва. Так же как и Каин приносил и это его не спасло. И почему он начинает каяться? Поэтому Господь говорит от иудеев. То есть, все равно примите то, что есть то, что храм вот этот и там законы, там священники из Иерусалима. Ну а дальше ты про язычников ты уже сказал. Да, благодарю. Вот пособие говорит, что после этих стихов говорит выше всего долг перед Богом и перед людьми. То есть, по очередности долг перед Богом и перед людьми. И они этот долг он нераздельный. Вникнем, что значит любить Бога всем сердцем, если в сердце источники жизни. И вот нам приводится здесь притча 4 глава 23 стих. Давайте зайдем и прочитаем притча 4-23. Как удобно сделали прямо я на наш сайт не нарадуюсь. Так все хорошо. Вот этот стих верни вот. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. То есть вот твое сердце оно должно быть заполнено и заполнено именно любовью к Богу и любовью к ближним твоим. Если оно не полностью заполнило, то оно будет заполняться чем-то противным этому. И соответственно любви будет меньше. Как апостол Павел говорит, что распространитесь в нас. Вам в нашем сердце, но в сердцах ваших тесно говорит. И переходим сразу к пособию. Вникнем, что значит любить Бога всем сердцем, если в сердце источники жизни, всею душою. Что значит всею душой, если в ней центр чувств. Получается что? В душе находится центр чувств. Так получается всею душой получается пособие нам говорит. Всею крепостью в смысле источника сил и способностей. Всем всею не меньше. То есть полностью должны отдаться. Поэтому же и Господь говорит что ученику одному из учеников он говорит если хочешь идти за мною отвергнись себя первое возьми крест свой и следуй за мною. Для чего? Чтобы была свобода у тебя. Чтобы ты был сосредоточен на одном не развлекался и не было у тебя двоемыслия в голове каких-то колебаний. И вот вопрос задает пособие пожалуйста этот вопрос ко всем адресую пожалуйста можете писать можете голосом говорить почему Бог не может довольствоваться меньшим именно вот надо ему все сердце почему пожалуйста потому что как сказано не можете служить двум господам а кто-то скажет можем скажем и служим и там и там и вашим и нашим но Бог требует чтобы любили только его и кстати можете стихи писания привести вот брат Георгий Харин пишет потому что если Господь не во всем сердце то находится место бесам как есть пословица да такая свято место пусто не бывает оно должно быть заполнено полностью любовью к Богу и конечно же к Богу и ближнему у меня слышно да прекрасно слышно а я хотел сказать о душе сначала здесь давайте а вот в одном месте говорится дух душа и тело а почему именно говорится два раза дух и душа это одно и то же это торжествующий дух в Господе вот такой дух должен быть у нас полностью то есть душа должна быть в духе торжествующим то есть вот такое качество должна иметь душа а там нет места ничему злобному ничему темному все должен заполнять Господь именно да аминь но про сердце сказали я думаю а дальше крепостью своей всей крепостью своей ну тоже понять надо ибо мы храм Бога желали то есть этот храм выговорит Господь то есть вот крепость это тело наше крепость это тело и все мы должны отдать Господа Господь нам дает силы из-за этого а если мы там немощные и так далее а Господь дает силы потому что сила то его в немощи написано заключается да как Игнат Игнат Тихонович хорошо я запомнил этот его афоризм он говорит что чем больше у человека немощи тем больше у него возможности в нем действовать Богу а когда ты чуть-чуть считаешь считаешь себя каким-то сильным таким мощным так скажем то это уже тут недалеко и от падения кстати но Господь говорит когда пришли ученики помните апостолы и говорят нам бесы повинуются именем твоим а он говорит не радуйтесь что бесы вам повинуются радует то что имена ваши записаны книги жизни на небесах и потом говорит славлю тебя Господи небо и земли что ты скрыл все от мудрых и разумных и отдал то младенцам ей Господи и было такое было твое благоволение и здесь то же самое но и последнее всем разумением твоим то есть все лженауки всякие все лжеверования они отлетят от тебя если ты будешь разум свой отдашь на волю Господу то есть священное писание что там говорить все поэтому если нет занятий где-то то знаете вам предстоит великая бой великий бой великая битва с этим сообществом с этим человеком вот так потому что у вас не такое же чувствование будет у нас чувствование должно быть как у Иисуса Христа то есть увидеть это темное увидеть злобное ну как мы сейчас смотрим видим что священники там где ну идут эти сейчас сражения и видим как они поступают как крестят прям стакан руку опускает сверху макушку палил ну и все ты верующий да в окопе я уверовал все как первый снаряд ударил я сразу понял бог есть ну и все тогда что я тебе буду говорить верующий все откуда это что это ну сами понимаете какое разумение здесь и как потом с этими людьми вот говорить нам простым людям которые да мы не дрожали под бомбежкой там в нас штыки не втыкали и так далее и что я не могу истину сказать теперь прав тот кто стал героем убил много людей пришел и теперь он будет что кого прославлять теперь как а это все сейчас прям ставится во главу угла сегодняшняя патриарха проповедь утренняя угостили нас ей да я к словам Игоря Владимировича мне я не хочу никого поправлять добавлять это просто я от себя хочу просто сказать что мне пришли вот в голову такие мысли по поводу разумения возлюбить господа всем разумением своим такой стих писания колоссяном 2 глава 8 стих это вот все именно смотрите братья чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому о чем говорил Игорь Владимирович по стихии мира а не по Христу почему ибо в нем обитает вся полнота божества телесно Аллилуйя ну тогда а мы пойдем дальше у нас еще есть время если есть первая и наибольшая заповедь то нарушение этой заповеди есть первый наибольший грех то есть и грехи оказывается есть больше и меньше и вот именно когда ты нарушаешь эту нарушаешь именно а что такое вообще грех грех это нарушение это следствие нарушения заповеди а грех бывает греху рознь когда ты нарушаешь эту большую заповедь то и соответственно есть это первый наибольший грех что из этого вытекает для каждого из нас вот это вопрос пожалуйста что вот из этого вытекает из каждого для каждого из нас если есть первая наибольшая заповедь то нарушение этой заповеди есть первый наибольший грех что из этого вытекает для каждого из нас я скажу а там дальше то еще кто-то может сказать не последняя инстанция если мы не принимаем всех трех видов благодати то есть благодать призывающая обращающая и освещающая одну из них мы не принимаем даже не так если хоть одну из них мы принимаем не в правильной последовательности допустим сначала мы обратились а потом нас призвали ну так нельзя а сначала меня осветили а потом я призовусь и так тоже нельзя нужно именно в такой последовательности сначала призвали тебя ты услышал принял и исполнил вот тогда все на месте все то есть идите научите крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа сказал Господь крестя их но там еще дальше-то не говорится а дальше это церковь церковь будет апостолы рождение церкви вот это Дух Святой в виде огненных языков горницы и дальше апостолы будут рукополагать епископов это церковь это жизнь церкви все и там мы в этой церкви уже и там есть да там есть и исповедь там есть причащение но это не все еще это не все это не все вот в чем дело а главное что Господь рождение свыше тебе дает и ты будешь полноправным членом церкви все исполняя с удовольствием тебя никто не гонит ни в храм ни на благовестие ни на добрые дела милосердия ты сам должен это делать и это заповеди блаженства почему они выше заповеди которые Господь давал нам ранее в Ветхом Завете который исполняй и будешь жив не исполняешь там погибнешь или наказание а мы сами должны быть с радостью бежать бежать поприще бегите бегите каждый а награду получит только один кто ревность не всех бежит ну как бы так с позиции уже спорта потому что любят все спортом помолваются заниматься особенно юмыши вот так и вот в чате пишут Марина Михаилюк говорит ну слова пишет это я напомню что это афоризм известного человека Мартина Лютера да кажется он приводит его слова ничем не занятая душа хорошая кузница для сатаны брат Сергей Евтушенко пишет что дети освещаются до призвания в крещении вот хорошо бы конечно прокомментировать эти слова что это да брат Андрей вдовенко пишет Якова 2 глава 10 стих кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь тот становится виновным во всем это вот это этот стих писания брата он понятен потому что мы поскольку говорим про больший грех что больше греха из-за того что ты нарушил большую заповедь и здесь вот брат дает такое дополнение стихом писания что кто соблюдет приводит слова Якова кто соблюдет соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь тот становится виновным во всем это как раз на мой взгляд к месту это этот стих писания брат приводит вот а я хотел еще спросить почему вот в пособии вот здесь написано что понимать и иметь не одно и то же вот это вот кто-то может пояснить зачем это написано о чем тут речь понимать и иметь то что этот законник понимал ну понимал он заповедь да а что значит иметь как это отнести к нему к этому законнику но часто Игнат Тихонович говорит книги говорит стоят вот у нас и там все законы там ну и правильно все написано но они сами по себе стоят эти книги а они у тебя стоят но это не значит что ты все это принял и все это исполняешь что в этих книгах правильных написано а то есть понимать и принимать да получается иметь да исполнять то есть слово Господь Господь говорит исполняющие живы будут и указал и сказал вот дети кто мои там братья мать моя и вот кто те кто исполняют не слушатели а исполнители живы будут вот так там написано да брат Николай Астахов пишет кто-то из слушателей может сам дать ответ на вопрос пособия кто-то из слушателей может сам дать ответ на вопрос пособия почему Бог не может довольствоваться меньшим и требует всем сердцем возлюбить всею крепостью и вот брат Николай пишет меня не устраивает как братья ответили перечисляли состояние которое должно быть и последствия того чего не возлюбил всей душой а ответа так я и не услышал ну вот пожалуйста вот кроме нас вот кроме Игоря Владимировича кроме меня кто-то вот из слушателей может сказать вот почему Бог не может довольствоваться меньшим а требует чтобы человек вот именно возлюбил всем сердцем Господа и своего ближнего и всей крепостью и всем разумением ну вот у меня на ум только жертва Каина и Авеля приходит потому что одну Господь жертв принял чистую от Авеля а от Каина то что он ему не самое лучшее принес а отверг из этого много чего нехорошего вышло поэтому Господь нас наставляет только самое лучшее приносить ему то есть всею душою всем сердцем всем разумением ну брат Николай это тебе удовлетворяет такой ответ на мой взгляд брат хорошо сказал то есть если ты Господь как бы показывает если ты всем сердцем не возлюбишь его то ты свернешь с правильного пути как это показано на примере братьев двух вот Авеля и Каина то есть Каин он тоже ведь хороший златов говорит он тоже принес хорошую жертву то есть но все-таки он не сто процентов Богу принес а какой-то процент утаил для себя вот его же не просили ты мог бы вообще жертву не приносить зачем ты так вот поступил подобно как Анания и Сапфира которые ногам апостолов принесли имение свое и сказали вот мы все имение свое принесли а на самом деле не все принесли имение но ты скажи что ты принес часть имения зачем ты говоришь что ты все принес а на самом деле обманываешь и что апостол Петр сказал что это вы согласились лгать духу святому вот брат Николай пишет что это последствия почему бог то не может довольствоваться нет ответа до сих пор ну как брат ты неужели не понимаешь что он нам показывает потому что будут последствия такие а ну нет имеешь право не принимать конечно может быть действительно кто-то другой может раскрыть слышно братья да слышно брат почему потому что бог творец он все создал и мы им живем и движемся и существуем и он хочет чтобы его творение ему служило вот и все ну на самом деле все просто а я думаю можно сказать да пожалуйста сестра отец небесный отдал своего сына единородного и пожалел для нас а мы что должны часть какую-то жертвовать он все требует вот и как раз брат Николай Астахов как раз и говорит что действительно он согласен с ответом сестры Елены вот что Христос частично умер что ли это ветхозаветная заповедь братья то что отдали все сердце там всем все силы все крепости это ветхий завет это еще до жертвы сына но хоть и до жертвы сына но однако все включается в себя все все ветхозаветное все включает в себя и жертву сына на самом деле то есть это бог он требует он он осознал как образ и для полного подобия его это конечно же он и требует уподобления ему действительно он сам себя отдал как человек будущий тоже можно отнести правильно да и апостол Павел говорит что конец закона это Христос то есть это оно одно другому все на месте брат Николай пишет что Богу известно что человек погибнет частично соблюдая его заповеди и ему погибель человека не безразлична он сына своего не пощадил не пощадил да так ну у нас еще немножечко минуток остается и мы можем остаться что говорит ему не хватало что не хватало кому ему ему тут с маленькой буквы значит речь идет о законнике что ли вопрос то что из этого вытекает для каждого из нас понимать и иметь не одно и то же что ему не хватало ну я также вопрос адресую вам что ему не хватало ну понятно что значит речь идет не не о Христе что Христу не хватало а именно что законнику не хватало да кто-то может ответить на этот вопрос ну давайте ответить можно потом мы прочитаем Марка 10 глава 15 стих может быть там кроется ответ минутку так сейчас найдем 10-15 о ком речь истинно говорю вам кто не примет царствие божие как дитя тот не войдет в него что ему не хватало простоты наверное если вот этот стих писания дает то что простоты господь же говорит что будьте мудры как змеи просты как голуби что ему не хватало этому законнику и какой вопрос у нас там дальше стоит это стих писания иоанна 7 глава 17 стих кто хочет творить волю его тот узнает о всем учении от бога ли оно или я сам от себя говорю ну давайте сразу окончание прочитаем и уже будем задавать вопросы евангелие от ана 1 глава 12 стих а тем которые приняли его верующим во имя его дал власть быть чадами божьими ну и теперь я задаю вопрос уже в свете этих приведенных стихов писания чего не хватало законнику ему веры в бога во христа не хватало любви ко христу поэтому он и назван законником тут ну да вот и как раз брат игорь владимирович тоже это об этом говорил что вера ему не хватало вот и любви я только хотел сказать что там николаю астахову не хватало не знаю от нас все было сказано и про веру что веры не было поэтому все и случилось и храмы были и законы были и кто-то что-то исполнял а веры то не было ну вот я считаю что я на 717 кто хочет творить волю его тот узнает о себе мучении вот тот узнает вот кого господь посетил кому веру дал тот и понимает что это такое а кому кого не посетил да посетит господь верой вас все больше ничего не могу сказать да сергей евтушенко пишет бог истина и он благ человека он создал для благой жизни в истине а так как только бог бог благ то только он достоин поистине быть почитаемым и только ему человек должен служить служа чему-то вместо бога человек уже живет не поистине а значит во грехе в скобочках по лжи живет такое дело это резюме от нашего сегодняшнего занятия брат вот Сергей Евтушенко краткая вывод так скажем кто-то еще братья хочет что-то сказать добавить куда я слышал включался мне кажется сейчас или случайно это было можно еще тут немного дополнить да брат пожалуйста еще две минутки есть я как бы хотел просто пояснить что господь пришел именно в свое время когда нужно было прийти и он сказал идите наипачи к погибшим овцам дома израилева говорит ученикам своим к погибшим овцам дома израилева поэтому тут топтаться не надо вот ветхий завет там не ветхий ну все погибли все никто не исполнил закона а как понять не исполнил ну никто не уверовал в бога как господь хотел чтобы в него уверовали а как кто как Авраам как Исаак как Яков как Иосиф они веровали истинно как Моисей с Аарона начинаем уже хромать Аарон там слишком часто не выдерживал но господь все равно его ради брата видать указал на него и пророки то есть были люди которых была вера на которых можно было опираться и идти дальше все да благодарим потому что пророки Авраама Иосиф Ио все они верили именно не по закону а у них было выше у них была вера именно евангельская Христова они были выше того что требовал господь это можно и на Иосифе посмотреть когда он увидел что я имею ввиду обручник Девы Марии когда по закону он должен был ее обличить ее побили бы камнями а он бы они имели веру выше закона вот хотя еще на тот момент Христос не пришел Семен Богослов тоже мы о нем говорили да ну братья я всем благодарю а Семен Богоприимец да это ну это я так и понял что Семен Пророчество да там ну и были вообще что вообще там ну все равно даже вот при пророке Илье да 7000 было душ то есть все это что Господь делал что пророки были благочестивые цари которые много усилий предпринимали чтобы народ то верующий стало и это имело место то есть все равно то есть были единицы которые действительно вот что Господь от них требовал вот они такие и были верующие то есть во все времена да братья благодарю у нас время кончилось наше и наступает время Игнатия Тихоновича полчаса пожалуйста вопросы ответ Игнатия Тихонович тоже можете там может быть да какие-то что-то сказать может быть может быть что-то что-то не упустили может быть где-то не так сказали лучше не буду говорить а то разрушу где не точно стоит хорошо праздничный день разрушите где не точно что оно бывает на жгутку бывает говорят но по делу говорят но не против я вот не в печку делал а вот мужик такой брата позвал делать я его попрошу маленько колоть и в глину воткнуть и мне подать бывает там кирпича отколото где-то а брата спрашивает ну как мой брат соображает очень даже воткнет в глину когда размощено и главное не в рот тащит а мне отдает мужик на Волге привозил песок все грязь жены нет ушла скажи ты не раньше не подошла печку начали делать как она явилась откуда а духовку сделали в комнату нет сделать только сюда я говорю пол печки ловать заплачу мужик за все согласен вот такое на память пришло так что я вас не буду трогать давайте конкретно если вопрос на вопрос я буду отвечать может быть оно коснется дела Игнать Иханович у меня один вопрос и вот на днях мы разговаривали созванивались с братом Антонием и я попытаюсь сформулировать если что меня брат Антоний поправит вот как найти человека чтобы даже может быть священника что ли чтобы именно он был такой же как чтобы можно было ему довериться чтобы единомысленного что ли такого найти ведь в нашем окружении порой не находишь ты и как вот вести диалог с такими людьми правильно и брат Антоний может быть поправишь если дополнишь меня я ну как сказали поэтому я скажу а потом подправляете да и скоро вверяйся Библия говорит Сеарахов говорит не скоро вверяйся иногда специально посаженные люди смотреть за тобой скажут меньше чем твоя совесть и вести работу бывает так самый хороший друг окажется самым злым демоном около тебя не спешить вот это уже определенно и по слову Божию как он его сразу видно где-то а бывает так любовь с первого взгляда и на всю жизнь а почему самое главное это смирение вот у нас новое издание вышло третье издание кристовому православию и там есть такой момент как проверить себя когда с кем-то разговариваешь как себя вести сколько принципов сколько там где-то 160 что ли мест Библии которые показывают тебе надо ли тебе говорить не надо учитывать возраст с кем разговариваешь с какое образование для чего это это мы были тут несогласия и мне пришлось составить целую систему взять все стороны жизни как не потерять человека в разговоре когда замолчать ну тут можно было бы найти ну так уже случилось что вошло в эту книгу а до этого только так печатал подавал когда люди спорят он начинает хамить безобразничать что за этим следует и пока вот вопреки то что составлено было и кто-то делал вопреки ни разу не было чтобы человек остался безнаказанный ни разу он уходит навсегда все теряет вот так главное конечно роль здесь играют знания четырех вопросов которые я уже говорил вы знаете их любое дело отвечать не отвечать делать не делать первый вопрос второй третий четвертый кто знает но я попробую вспомнить Игнать если вдруг ты решишься что-то какой-то вопрос из ну решили какое-то дело сделать то прежде всего значит тебе нужно ответить на четыре вопроса первое что об этом говорит святая библия второе что об этом говорит моя совесть третье не принесу ли я этим делом кому-либо соблазна и четвертое четвертое сейчас только что на языке было четвертое пожалуйста кто-нибудь может быть подскажите это один студент говорит на языке прям крутится а химический урок идет а учитель говорит скорее выплюни это стерная кислота от вы выпустили второе на второе место другое пошло а ну да я порядок поменял что ты ищешь временного и вечного аминь для плоти или для души в один вопрос я слепил так и она так и живет и по интернету им пользуются но это от того что большое общение с людьми с большими людьми академики профессора губернаторы сколько мне пришлось свидетельствовать и скажу ни разу осечки не было главное научить молчать 4 года учить разговаривать а 64 молчать Игнат Ихонович вот вопрос по теме это брат Николай был не удовлетворен нашими ответами он задает вам адресует почему бог не может довольствоваться меньшим и требует всем сердцем его возлюбить и всею крепостью ну что он всем всем означает взаимность он все отдал до одной капли крови и на меньше он не согласен 99,9 его не не пройдет всем умом всей душою даже юноша говорит и всей крепостью ты всей крепостью это господь не сказал а он с кем разговаривал только поэтому чтобы поднять нас будьте святы как я свят зачем другого нету всякая попытка планку принизить позволит перепрыгивать любому а потом покажет зубы клыки бывает у человека звериный характер людоеда у меня такие встречались ничего нельзя сделать только молчать нигде ни слова не разговаривать с ним только молиться и молиться и бывает что господь маленько тронет его но как правило это люди похурившие духа святого похоже на 100% почти на спаси христос вот сергей цыганов хочет вопрос задать брат пожалуйста давай сергей сделайте чтобы видно было с кем разговариваю чтобы видно было Игнатий Тихонович здравствуйте видео включайте Игнатий Тихонович вопрос такой вы слышите меня Игнатий Тихонович здравствуйте вы слышите меня ну я слышу только сделайте себя видным как я перед вами сижу мы же договорились чтобы разговаривать по натуре Игнатий Тихонович слушайте вопрос такой есть ли в Библии обещание Бога человеку есть такое что в Библии есть обещание Бога человеку ну и что Бог что нибудь обещал человеку в Библии обещал конечно неоднократно где где это вот это цитата по жизни проверьте он говорит не оставлю и не покину это утверждено неоднократно читаем в псалтыре и не только это воззови ко мне я услышу тебя Иеремия 33 глава 3 стих открывай так читай там это телефон к Богу как звонить номер телефона так еще еще где такое есть и но сначала прочитайте Иеремия 33 я просил чтобы у вас видно было вас а вы так дальше идете и не выполняете нет такой нет возможности у нас а ну так и скажи что же возможность такую не сделать так Игнатиш теперь смотрите вот здесь вот есть ссылка что Бог обещал нам Иова 33 25 что он нам сказал он сказал тогда тело его сделается свежее нежели в юности нежели в молодости он возвратится к дням юности своей это обещание или что ответ на то что впереди написано вы берете концовку там целый пакет об этом речь идет ложно обвиняете его и теперь накапливаются вопросы как ответить я вам сказал что откройте Иеремия 33 3 вы опять не открываете что не работает уже спотыкаться начинаете я вас выключу открывайте ну хорошо мы посмотрим не будем открывать время не пойдет дело так не пойдет это уже выше головы залез вы задали вопрос я отвечаю чтобы затвердить а вы начинаете там не работать здесь написано так воззови ко мне и я отвечу тебе покажу тебе великое недоступное чего ты не знаешь это обещание конечно ну все возьми это за основу остальное все идет позади на первом месте молитва связь с Богом я тебя чаще будут спрашивать как ты это узнал вот надо на операцию вести или нет не знаю вот мне женщина одна звонит из Германии вот мы узнали что вам Бог отвечает что молиться некому что ли что один внук тяжелая операция на сердце я говорю а вы чего от меня ждете ну и помолиться надо я ведь не буду просить здоровья я буду просить как тебе угодно Господи она замолкла я говорю и так на седьмой минуты как только начинают делать операцию он умирает молиться или не молиться а почему я сказал как угодно Господу берете или не берете я буду молиться или делать и как хотите она замолчала и ничего нигде нет вот понимаете как это так не пойдет ты проси воли Божией ты не знаешь может это будет страшный человек о котором написано в первой книге Сарс 25-25 вот такое дело женщина другая из Италии звонит вот я вижу такое патриотическое движение в России ответа нет я уже все собрала ехать меня ждут там где она сказала в Санкт-Петербурге но сказали надо проверить поедешь и она мне звонит у вас некого молиться есть кому я говорю ну тогда начинай молиться помолились я говорю ответа нет через неделю зайди два месяца проходит третий месяц она звонит я говорю ответа нет только сказал нет я говорю ответ пришел я сразу остановил во время когда я говорил в это время ответ пришел а какой ответ я говорю такое-то местописание считай Бог отвечает своими словами И когда она ответила, я говорю, теперь крупно на бумаге напиши печатными буквами. У тебя духовник есть? Есть. Теперь иди к нему. Вместе встаньте на колени, и вы получите ответ. Согласно этого местописания Божьего. Скажите ему, что я ему это сказал. Через вас Бог будет говорить. Она испугалась. Стала молиться, потом замолкла. Когда уже дело кончилось, я говорю, что он сказал, не ездить. Я говорю, хороший у вас наставник. Именно так. Но это ответил не он, а Бог. Потому что он дал понимание того местописания. Я рассказываю эпизоды из своей жизни. Я вот с кем разговариваю. На меня глядят они, как на юроди его. Я первый раз на пересылке в тюрьме. Я смотрю, где встать молиться. Все перем... 25 человек. Камера. 75. Я около двери прижался. На косяк. Я тут буду молиться. Вам не помешаю. Да молись. Тут все по-своему с ума сходят. А утром говорят, вот вы молились. Я даже ничего не успел сказать. 7 человек становились на колени сзади. Можно мы с вами молиться будем? Первая ночь. И вся камера. 75 человек уже на ногах не стоят. Почему? Господь для того меня туда послал. А если бы на северках вот этого послали человека, да каждый день тебя избивали. Не будет этого. Бог знает мои силы. Я почувствую только первый удар, как один говорил. А дальше будете бить уже по мертвому телу. Вот как Бог делает. Ты, когда Богу доверяешься, Он такие дела позволяет тебе делать, о которых ты даже во сне не видел. Вот даже возьмите, сейчас вот мы издаем. Но найдите еще, просто я скажу, найдите. Чтобы книги на основании Библии были написаны. Каждая книга 752 страницы. В течение 9 лет 33 тома. Когда меня спросили, вот, что я ответы даю в университетах, надо сохранить. А зачем? Да это же теряется. И я стал тогда собирать, посмотрел, который вопрос. Бумажки у меня дома сохранялись. И дальше, и дальше началась работа. И первый том у меня без указаний. Я не знал даже, будет ли нет, а хотя бы один том. Кто знает открытым оком. Первый я ответил на 600 вопросов. 600, притом я отвечаю, не подготавливаясь. А дома-то я места, которые говорил, обогатил местами писания. Дальше-то пошло. Второй том, третий. И, наконец, 33 том. Ну, где-то вы слышали такое? Поговорите, я не писатель. Хотя теперь в интернете писатель и поэт, и все в этом, в Википедии. Это Бог делает. Он берет самое негодное. Чем больше мы себя признаем, какой я, я никакой. Нет гуманитарного образования, нет религиозного. У меня есть любовь к Богу и техническая специальность строителя, прорабам. И как Бог наделил. И то, что там отвечено, к этим ответам обращаются люди с огромными знаниями. Вот когда выйдет, если это, что у нас сейчас готовим, проповедь во свете Святой Библии. И там обращение, как называют-то, ну, ректора. Совещание ректоров к законодательному собранию обо мне. Что я делаю в тюрьме с детьми, чтобы как-то там помогли. Ходотайствуют. Совет ректоров. А я никто. Я рассказываю о своей жизни не просто так. А как это можно? Знать не знаю. Ни на один вопрос ответить не могу. Я вот прихожу, ректор. Вон там, можете посмотреть его. Евстигнеев Владимир Васильевич. Евстигнеев. Алтайский государственный технический университет. Больше 30 тысяч студентов. И где бы я ни появился, он сразу. Занятия ли где-то идут. Он перед всем народом подойдет, за руку возьмет, поцелует и говорит, я преклоняюсь перед этим человеком. Он. Академик. Выдающийся ученый. Я не могу это ничем объяснить. Это никак. Если бы это один раз было где-то. Это Бог так делает. Я себя раздавил, отбросил, и мне... Я не нужен сам себе. И когда Господь это делает, только одно, да уж, взахаешься, аллилуйя. У меня есть такое аллилуйя, это потолок стихотворения. Стихотворение за эти же 9 лет написано 3467. 4 тома. До одной строчки входит туда. 4 тома по 880 страниц. Это не видно. Примерно 80 положено на музыку. Как? Не мое это. Притом ни одной помарки нигде нету. Во время моления проплывает строка. Вот это Бог делает. Я ко всему этому обращаюсь. И ответ отвечаю. Не ожидая от вас ни похвалы, ни добра, ни хулы. Приемляя равнодушия, не оспаривая глупца. Как Пушкин говорил. Начнешь говорить. Да то такого не бывает. Бывает. Тогда Григорий Низский, это брат Василия Великого. Он говорит, люди верят только в то, что сами могут сделать. Когда он стал говорить о сестре Макрине своей, она тоже канонизированная. Ну и там стали поступать сведения, что это неправда. И он такую фразу сказал, мне очень понравилось. Верят только в то, что сами могут сделать. Я не могу ни на один вопрос ответить. Почему вы вставали в 4, ровно 4 часа в тюрьме? Положил руку, днем никогда не ложится. И ни разу даже не вывернул. Ровно в 4 часа охранники смотрят в глазок и говорят, вот человек будет шевелиться. Никто не слышит это, что тут. Я слышу, кто-то там слушает меня. У меня хороший слух был. А дальше весь день разбитый на 4-5 частей. Каждый час, полтора часа примерно. Тысячи поклонов. И за два дня считается весь Псалтырь. За 6 дней, за 7. Новый Завет. А кто дал расписание? Господь, самые негодные люди мне встречались. Ведет она меня на допрос. А я за Эльза Кох. Кто это такая? Эльза Кох. Кто? Дубачка. Дубачка. Где она работала? В тюрьме. В лагере. И при допросах. И такая женщина у нас в Барнауле. Небольшого роста. И она меня пока довела. Она стала моим другом. Пока довела. Вот вы зомбируете. Про меня пустили молву, что я учился несколько лет в Индии. И у египетских паровонов. Ужас какой-то. Вот полное отречение. Отвергнись себя, возьми крест, следуй за мной. Вот три ступеньки. Но первое, главное. Крест не возьмешь, пока себя не отвергся. И следовать не пойдешь, крест не унесешь. Растопщи себя. А мужчина спрашивал учителя, как так? Он вот так вот сорвал куфейку. Ты давай топтаться на ней. Вот так, говорит, рассопщи. Похоронили тут главного прокурора. Он говорит, тогда иди. Поговори ему, какой он хороший. Он встал говорить. Ты кого спасал, вдов. Молчит. А теперь говори, самое плохое, кто он был. Молчит. Вот такой будь. Время равнодушна. Знаете, как интересно жить. Вот мне иногда пишут, это вам 85-й год. А я не... Совсем согласен. Назови хоть как-то меня. Но стариком побойся. Я еще упарю тебя. Ну что? Игнатий Кривич, еще вопрос один задают. Вот попробую сейчас сформулировать. Говорят, что вот человек... Вот мы ходим в Храм Божий, да? Вот те, которые вне Барнаула и Потеряевки, пока, ну, зимой. И там торговля. Десятину туда не платим. Но можно ли для спокойствия, совести оставлять некоторые деньги в коробочках, так как мы приходим в чистый храм? Уборщицы платят ли, нет? Пользуемся освящением? Ну, по совести. Говорят. Можно, я понял. За нами убирают, уборщица работают. Можно. Но только по размерам. Остальное приготовь туда, где нужно. Мы нигде никому не должны быть. Кто дети платят или чужие? Иди поймай рыбу. Открой там статир. Уже не подделка. Так, чтобы не было соблазна. Да, я так делаю. Священнику нет, у него торговля есть. А это я на этих, которые уборкой занимаются. Да? Спаси Христос, Игнат Иханович. Аллилуйя. Аллилуйя. А вот этот брат Николай спрашивает, что за место Писания было для женщины, когда священник дал ответ ей не ехать? Что за место Писания было для женщины, когда священник дал ответ ей не ехать? Ну, ей не ехать. Она послушалась. Она мне сказала, там, Зоя, кажется, и говорит, какое мне огорчение, не огорчайся. Немного погодя, он увидел, что куда она стремилась, память закрыли. А раз ее закрыли, это значит, она была противной власти. Вот, они были против отца Александра Мене. Мень. А я с ним беседовал. И она, женщина, это поблагодарила. Ну, и по-хорошему расстались. Спрашивают, какое место из Писания было? Какое место из Писания, не знаю, я сейчас уже даже. Место я не запоминал даже, но я сразу понял это. Молились, и у меня она как перед глазами. Ну, стихотворение, когда говорят, как вы могли вот это взять? Ну, вы слышали, какие стихотворения-то? Я вот так вот делаю, показываю. Во время молитвы мы молимся вместе. У меня плывет вот такая строка. Там, где-то. А я ее не вижу. Это я не могу объяснить. Я ее считаю. А она не написана. Она где-то там. Ну, и тут же прямо во время моления я записываю строка. Строка записанная. Бывает, молиться не кончили, у меня вторая строка плывет. Я опять ее... Это же ни день, ни два. Три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений под и девять куплетов. И главный эпиграф Библии. А бывает иногда тридцать шесть строчек, ну, по четыре в куплете. И напротив каждое место Библии, откуда взята мысль. Люди задают вопрос, вы как сначала знали, куда нет? Сначала стихотворение, а потом у меня это я уже сам знаю где. Вот, четырехтомник вышел, проповедь в стихах. И об этой книге-то захватил старобрященский митрополит Корнилий недавно. Помните? Отдельно он вышел. Это Грибанов брат Иван был там. И он выступил. Помните, Иван? Он меня назвал по имени, отчеству и что такое игла. Да, видели этот ролик, конечно. Ну, вот так. То есть, он не отверг. И все говорят, ну, он считает. Я для того и дал, чтобы считал. Ребята сходили, братья, все по-хорошему. Как-то Андрей Ткачев выступает. Он говорит быстро. Я просил Николая Астахова найти его. Книги подарить мои. Трехтомник. Тогда еще второе только издание было. Сейчас третье вышло. И вот однажды у него проходит немного времени. Он кое-как его нашел. То ли его прятали, то ли что. Ну, и кто-то у него берет интервью в доме и показывает библиотеку. Так проводит. И, наконец, в нашей книге стоят. Трехтомник. Для слова Божия нету с и кристом православия. И она замерла и на одном месте. Ну, и что? Да дело в том, что он ни одного местописания как будто не знает. А тут с Библии в руках стал выходить. Говорит, а кто-то из-за ваших книг. Не знаю, но очень похоже. А он, когда в первый раз появился, у меня было опасение. Я сказал, мне кажется, рано или поздно он на меня кинется. Но тут его начали самого трясти. И ему не до меня было. Думаю, может, он и плохого не имел. Но у меня такое было чувство, что не понесет он знакомства. И ни разу не позвонил, не сказал, что книги... А они стоят прямо на полке блестящие. Благодарю Николая Астахова, кто там ходил. Вот сестра Нина Номаконова спрашивает. Скажите, пожалуйста, Феофилак Болгарский признан святым? Официально нигде не считал про это. Но блаженный он... Блаженный... Облаженный такие труды сделал. Для меня, например, тысячной доли сомнений нету. Да, святой. Приехал в другую страну, а там ересь на ересь. И болгарский-то, он же грек. И же Господь ему на сердце положил. Я другое говорю. Прошло 900 лет. И никто нигде ничего не заделал. А я, который выпускаю, у меня 319 комментариев даю на его слова. Я людей очень раздражаю, когда ответ такой даю. А почему никто до вас не делал это? Потому что я не родился еще. Для меня это труд был. А что, расширяю главное проповеди? Ну, кто читает комментарии, вам нравятся они, нет? Конечно, там все по делу. По Слову Божию, по проповеди и по тому, как надо любить Слово Божие и благовестие. Да, и слова его я выделяю с повтором, чтобы врезать их. Вот так. Или, допустим, канон Андрея Критского. Считают, помилуй меня Божию, помилуй меня. А у нас на три ступени. Вторая. Благодарю Тебя, Господи Божий. Те же самые 204 события библейских. И третья. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе. Вот Игорь Владимирович, руководитель, это мы отпечатали. А почему? Потому что он написал это, я сказал, причину. Даже Иугумен Кирилл Сахаров, около храма Христа Спасителя, я, говорит, не знал про это. Он написал анапему, подписал, Шестому Вселенскому Собору. Анапему. И потом его дошло. И тогда вот этот канон выжил из него, Господь, как 50-й псалом после падения Давида в два смертных греха. И я вот, когда сделал по ступенькам, как, Господь, оглашенный, теперь знает человек, и прославление ангельское Богу. Те же самые события. А почему до вас никто не сделал? Тысячу сто лет прошло. Ответ один, потому что я еще не родился. Я считаю, просто мне Бог доверил эти труды. Он знает, что моего нету, я ни на что не претендую. Сто процентов, Твоё Господи, хвалящееся, хвались Господом. Это по благодати. Это никак нельзя. Это невозможно сделать. Когда начну говорить, особенно по этапам, по разным тюрьмам, когда было, и как с вами так обращались, я только могу догадываться. Буквально в красном уголке, на уровне головы, кровью, все покрытое, измерение идет. А мне сразу в другое место сходить, там, в журналы посчитайте. Вот как Бог делает. Нигде, ни разу, один только РОР, это режимно-оперативный работник, когда беседовали в кабинете политотдела. И он, не крестись рукой. Я крестился, буду крестить. Он ударил, так-то, скользко. Как они по-своему заговорили, там, казачь. Он сразу, ой, вы знаете, язык строково-славянский, то другое. И сразу, а он, его ненавидят, и не могут никак книги ухайдакать. Он то в окно выскочет, то еще что. И все. Один раз, единственный, да даже не ударил, я удар это не почувствовал. Почему? Господь. Вот Григорий Епимович Распутин, когда готовился пойти в город, ему сказали, ты там развратишься. А Бог? Вот и все. Скажут, да вы на кого ссылаетесь? Я ссылаюсь на всех, где вижу добро. Самая ненавидимая личность мной – это Вилл. Вилл. Идол в Вавилоне. Это говорит там 43-й, кажется, глава Иеремии. Вилл. Владимир Ильич Л. Но я у него нашел хорошее. Я на работу брал по два тома его, полного собрания сочинений. И считал, и запоминал, и пользовался. Мне это сгодилось. Я вот Конфуция взял кое-что от Будды, от баптистов, от мусульман. На меня нападают. Говорят, вы ставите их пример. Они не такие, как вы видели. А я из других мусульман знаю. Вот мы останавливались, когда в Мессиадетской поиске в доме Муллы. Что православные проповедники в доме Муллы? Да. И потом мы пошли вместе в мечеть молиться. Я когда рассказываю, да не может быть. Может быть, я живой еще. И в мечети молились как раз. Это между двумя намазами. Намаз называется моление. И как они сидят, какие. Ну, видно. А я последний поклон сделал у них куполом. И головой вниз. И вот так вот я уже примастился как. Я только встал, они вокруг меня кольца в три стоят. Суровые воины. Знающие свою цель. Но когда я заговорил, они мне и по плечу ударят. Я учился там, в военном училище. Вот как Бог делает. И потом пойдем вместе в православный храм. Жена его. Идем. Ребята сидят на парапете. Высоко так. А дальше-то земля идет. Она. Отец Игнатий. Скажите им о Христе. А у меня имя собеседница в переводе на наш язык. Я говорю, да конечно русский язык не знают. Если не знают, я им переведу. Я первый раз встретил там такое образованное общество. Мула разговаривает на шести языках. Найдите мне одного здесь на шесть языков. Жена знает четыре языка. Два высших образования, консерватория. И мы там разговоры вели, которые сохранились, записи. И там мы были. Вот как Бог делает. Это составить никак нельзя. Это Господь делает. И поэтому знать Бога, быть верным Ему, это высшая награда уже на земле. Ну что, вопросы кончились? Скажут, какие вопросы-то тут? Мы их уже и забыли. Что-то, наверное, разбежались. Я разогнал их. Нет, здесь все, Игнатий Иванович. О, ну слава Богу. А что нет вопросов-то? Ну, что-то молчат все. Видимо, вопросов у них нет больше. Игнатий, я хотел сказать стихотворение, которое написано. Это вот сверху донизу. Все эти стихотворения карандашом. 500 листов, когда пачка продается. Ну, обыкновенно А4. Это семь пачек одна на другую. И еще маленько добавить надо. И ни одной помарки нигде нету. Чистого листа пишется. А как это может быть? Не знаю как. Я вот смотрю сейчас, с трудом узнаю, что это... Ну, там видно, что это подпись моя. А так бы я их даже не признал. Просто рука выводила. Почему? Бог берет самое негодное. И голям кверх ногами. Игнатий Тихонович, можно вопрос? Давай. Мир вам. С миром. Я вот хочу уточнить у вас. На Амвон нельзя подниматься мирянам. А у нас священник один причащает на Амвоне. Поднимаются все на Амвон. И он причащает. Вот как тут быть? Как причастили, благодарите Бога. Больше ничего не надо. За все отвечает он. Он вас возвышает. Ему поклонитесь и поблагодарите от меня. Он молодец. Остальное, что на Амвон нельзя, человеческое. Маленькую девочку в алтарь не заносят, а ею благословляет икону Божьей Матери. А мальчика маленького родился, когда крестят. Его в алтарь. И там вокруг престола еще. И тогда родителям отдадут. Вот так. Есть такие правила, на которые говорят. Святецы приняли это. В алтарь не заходить в мирянину. Но потом приняли. Могут входить особой царской значимости. Почему, говорит, такое принято? Ну, приходится исполнять. И поэтому батюшка делает правильно. Он любит вас. Вы не алтарь. А есть правила, которые запрещают. Ну, вы что? Ну, есть правила. Вот 15 правило Дикийского собора. Которое запрещает. Так. Разрешает только певцам. Входить на Амвон. И больше никакого исключения нет для этого. Нет еще исключения. Исключение такое. Священник стоит с чашей. Все исключения кончились. Все соборы, все ушли в другое. Я и Господь мой на Голгопе. Батюшка много, видимо, знает. И понимает, он ничего не нарушил. Обыкновенно это. Он знает вас. И видит, что вы серьезно приступаете. Я могу только так рассматривать. Как его звать-то? Отец Георгий. Отец Георгий. Да будет он благословен. Вы счастливые люди, что с ним знаетесь. А у меня было такое желание подсказать ему правила. Никак. Не смей даже думать об этом. Батюшка вас возвышает, потому что вы в это время не подсудные. Вы на Голгофе. И в чашу цедится кровь. Ну хорошо, спаси Христос. Аллилуйя. Слава Христу. Никому от этого не плохо, ничего нету. Батюшка берет на себя это. Значит, он знает, кто у него и как. Бух, говорит, убивает, а Дух животворит. Бух. Бух. Так, нет вопросов-то? У меня было в Академгородке, в Новосибирске Академгородок. Это выше, чем университет Ломоносовский в Москве. Тут там студенты, а здесь ученые. И мне пришлось перед огромным залом. Академики, профессора сидят. Если слышали этот рассказ, когда сказал, Библия, я с Библией. Отвечает на все вопросы. Кроме одного. А там один мужчина говорит, а я не согласен. Лежу у него в руках книга, Библия оказалась. Я говорю, ну если я вам отвечу на три любых ваших вопроса, вы сможете попросить у этой аудитории прощения, что вы ошиблись? Вопросов нет. Были три вопроса серьезные. Первый был, Лёй Копить, а второй политический вопрос. Я должен был на память где-то около 70 мест Писания назвать. И когда третий сказал, он встал и говорит, я был не прав, и вышел. Я говорю, а почему он вышел? А мне говорят, он к баптистам ходит. Меня вот спрашивают, когда вы обратились к Богу, мне 23 года было, я первый раз увидел Библию, Новый Завет. Это у меня было рождение, в этот же день, и крещение Духом Святым. Через полчаса Бог дал прочитать. И вот теперь, говорит, а поскольку времени тратили на Библию, я его не тратил, я как летел. Каждый день примерно 8-10 часов. Я все время боролся со сном. Я мог довести его только до 2,5 часов в сутки. 2,5 часа. Днем никогда и глаза не закрывать. 2,5 часа. Дальше не мог. Стал спотыкаться и падать. А то сегодня молодые люди не знают, как. Господь. Господь. Вот 60 лет исполнилось, дальше ты и время можешь прибавлять. Сердце не тянет. Я вот сижу, вот у меня тут сделано, из деревяшки сделано это. Ты не думаешь, что крест-то какое-то. Чтобы было видно, даже покажу. Вот. Обыкновенные палки. Вам видно было, нет? Да, хорошо видно. Я вот так вот открыл, вот так вот. Бывает минут 5, а бывает даже 10 минут. А когда к стенке вон там в это время кто-то стучит. У меня будет кто-то, ангел. Я говорю, 15 минут, через 15 минут стук. А бывает, скажем, минут бы 20. Через 20. А то что такое бывает? Воображение, наверное. Но стук такой, что голова, говорит, подскочит. Я в другой раз испуганно так говорю. Кто? К дверям бегу, никого нету. С Богом жизнь радости. Почему апостол Павел, посланник филипийцам, многократно, 11 раз говорит, радуйтесь. Ещё раз говорю, радуйтесь. Тебе, говорит, понятно, что тебя расстреляют. Вот у меня есть такое. Окончен суд, засчитан приговор. Конвоин уводит в коридор. Вот Кавачёв, кажется, там играл на этой. На гитаре-то. Ну и как? Никак. Я пришёл умереть. Мне Александр Александрович Солженицын помог. Я перешагнул порог тюрьмы. Я пришёл умереть. Всё, сдохла собака. Меня ничем нельзя испугать. Почему? Всё, становится меньше. Сразу по высшей шкале себя бери. Я пришёл умереть. И каждый день об этом молюсь. Вот как. Я говорю, кто сидел... У вас было такое вот недавно тут у нас один. Илья Мажур или Мажур там. И его освободили. Это чудо. И не где-то, а в Белоруссии. А у меня... За меня ходатайствует подполковник КГБ Николин Юрий Михайлович. Приезжает ко мне со следователем при орденах своих всё. И говорит, я добился, чтобы вас освободили до суда. В 80-м году. Я говорю, а я уже написал. Я отказываюсь от этого. Уже написал. И он взял эту бумагу. Я отказываюсь от освобождения. Мне надо в суд выйти. Рассказать о Христе. Он постоял в окно, посмотрел, потом бумагу эту мою взорвал и говорит, ваше место не здесь. Здесь брась одна. Там вас ждут люди. Своего златоуста хоть мешками размножайте. Я вашей матери обещал вас привезти. И привёз. И вот чтобы подполковник, даже меньше звать, КГБ, одеться по парадному и приехать. Что это означает? Мне говорят, да когда вы продались им, на них служили. Где, когда? Когда? А если это он умирает, начальник тюрьмы полковник. Вызывает каждый раз, родной мой, скажи как, родной мой. И умирает по-христиански на пенсии. Почему так шаблонно думают-то? Если я был, я недавно написал, ну года два назад, я говорю, а под какой кличкой я проходил у вас? А у вас, говорит, не было под своей фамилией. Вот и так. У них, как правило, разработка, когда идёт, то есть, ну, с человеком, то под какой-то имени. Вот у меня один знакомый был его, в этом, в Москве. Попович или как-то фамилия такая. Александр, хороший человек-то. Я узнал, какая... Вот, если такое дело... Вы знаете, какая кличка была у патриарха Алексея Второго? Кто знает? С архивами работали. Отец Глеб Якунин, там ещё один. Дроздов, кажется. Да. А почему Дроздов? Защита диссертации была о филарете Дроздове. А у сегодняшнего какой? Не знаете. Михайлов. Да. Вот так. Это опыт. Опыт. Я говорил, тут надо уроки проводить, как когда арестовывают, как себя везти, и как в тюрьму, когда заводят. Я хотел бы уроки эти повторить вам. Это много-много значит. Потому что подправлять что-то уже... Только одно могу сказать. Никогда ни в какие разговоры не вмешивайтесь. И кто-то двое спорят, а тебе охота сказать, кто прав. Всё, одного врага уже нажил. И поэтому у него в руке заточенная ложка. Ты ляжешь спать, и глаз вытнут. А тот показывает, как приходит, он всех разбросает. Не разбросаешь 70 человек. Я пришёл по повелению моего Господа Бога. Я вот готовился, когда на 20 лет вперёд выучил Пасхалию. Все праздники. В каком месяце, какого дня. Я говорил про Эльзу Кохот. Она спросила про праздники, а я им в карман полезно достал и все дал ей. И сердце её потекло сюда. Самая большая радость бывает, когда душа обращается к Богу, и радость бывает на небесах. Это имеет последствия. Почему? Потому что я сразу начинаю говорить. Ты вот как? Ну как? Врал на каждом шагу. А вот не пойдёт это дело. Да, отец Игнатий, да если я скажу правду, меня-то из тюрьмы не выпустят. Об этом думать не надо. Душа выше всего. А как? Прокурора по надзору пиши сегодня же заявление, он покаялся. Обратился человек. Я говорю, Володя, торопись, завтрашний день в наших руках. Ну и всё. И всё говорит, куда именно приборы делись, приборный завод. Ну я же привозил, мне сказали отвезти. Куда отвез ты? Ну куда? Начальнику КГБ Алтайского края, генералу. Так и говори. Они за тебя заступятся. Понимаешь как? Это дело Божие. У тебя опыт накапливается. Я ему сказал, говорю, вот, да ладно уже, тут долго затягивать. Что его тронуло до слёз, он каждый день повторял только, а мои дети, какие злые растут, дерутся, а тут поют святые Божие, святые крепкие. А сам ходит по скамейке, вот так как петух по наседству. И мы двое только там были, нас отсадили, сразу он обратился, когда. Это всё воспоминания, они для слова Божия нету, там всё помещёно. Так, вопросы? Нет вопросов? Наверное, готовится молиться? Да, назначайте, Игнать Тихонович, тогда. Хорошо. Так, сейчас я зайду, подождите-ка. Ну а что же у меня тут не получается? Не видно. Куда нажать-то? Володя, где список людей? Вот как-то не такая она у меня тут решётка-то. Где нажать, чтобы имена пошли вот так? Это когда молились, я всегда только нажму где-то, и все видно, я тогда выбираю. А! О, спаси Христос. Так. Алексей Журавлёв, здесь? Да, здесь. Да, здесь. Слушай внимательно, сейчас братья пропоют, и ты сразу своими словами кратко вырази благодарность Богу, и в конце Святой Троице. Тебе понятно, что прошу? Да. А тебя Господь поднимает сегодня, и в конце громко скажи Аминь. Тебя сегодня Господь на руки берёт. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, Аминь. Достойна есть якова истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения Серафин, безыстрения Бога Слово росшую, сущую Богородицу Тя величаем. Всё, можно? Да, можно. Господи, благодарю Тебя за Святое Слово Твое, в котором Ты оживляешь людей. Господи, помоги, чтобы через Святого Пророка Твоего и этого общину Ты сделал с меня воина. Во имя Отца и Сына, и Своего Духа. Аминь. 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 Спаси, Христос. Слава Тей, Господи. Алёша с нами. Порадуйтесь. Аминь. Слава Христу. Аллилуйя. Кто согласен с молитвой, говорите Аминь. Аминь. Спаси, Христос. Аминь. Господи. Спасибо, Христос. Аминь, спаси Христос. Благодарим за вас. Все, отхожу, отхожу. Аминь, спаси Христос. Аминь, спаси Христос. Аминь, спаси Христос.